Самым модным словом в политическом сегменте СМИ и интернета вдруг стало слово керосин. Керосин, которым российский Су-27 обрызгал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате чего? Дрон, по данным российского Минобороны, якобы потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования. Пентагон, в свою очередь, скормил прессе видео, снятые камерой Reaper во время маневров Су-27, на которых видно, как потоки керосина вот-вот накроют беспилотник. И все могло бы закончиться сакраментальным. На каждую хитрую жопу с пропеллером всегда найдется свой СУ с керосином. Если бы американцы зачем-то не прицепили вторую часть видео. И тут пошли непонятки, одна за одной. Я ни разу не эксперт, и, может быть, кому-то мои вопросы покажутся наивными, но пока на них нет ответов, они останутся вопросами без ответов. Итак, первый вопрос. Почему возникли помехи на первом видео? Точнее, почему они возникли так рано? Еще ничего не случилось, ни капли керосина не упало на беспилотник, а картинка уже застыла и начала рассыпаться. Возможно, Сушка перекрыла канал, который Reaper посылает на спутник, но, повторяю, картинка начала сыпаться раньше. Теперь перейдем ко второй части Пентагоновского видео. И вот тут я скажу, как специалист. Второе видео подверглось обработке. На лицо увеличенный контраст и измененный оттенок изображения. Да вы и сами сейчас это прекрасно видите. Как это получилось, я не понимаю. Камера была та же самая? А мне никто не объясняет. Непонятка третья, точнее, повторение первой. Помехи и распад картинки во втором видео начинаются до того, как что-то произошло. Обратите внимание на то, где находится Су-27 в момент начала помехов. Видите? Дальше больше. Картинка каким-то чудесным образом восстанавливается. И что мы видим? Точнее, чего мы не видим? Не видим мы желтых полосок на лопастях пропеллера. Вот на первом видео они есть, а на втором видео их нет. Куда дели полосочки? Куйкаклай. Это была четвертая непонятка, но у меня есть и пятая. Когда в воздухе что-то случилось, у рипера погнулась лопасть пропеллера. Ага, сухой задел чем-то пропеллер. Вот лопасть и погнулась. Это я понимаю. А почему она погнулась в обратную сторону? Вот этого я не понимаю. Вы пробовали когда-нибудь что-нибудь загнуть? Хотя бы гвоздь. Вы его молотком гнете, а он в обратную сторону искривляется. Такое у вас было? А вот у пентагоновских деятелей запросто. Следом за пятым номером идет номер шестой. В этом на глазах становящемся легендарном видео есть еще одна лопасть. Она как раз напротив загогулины. И эта лопасть почему-то встала поперек. Посмотрите. То есть получается, что сухой задел две противоположные лопасти пропеллера, а две остальные не тронул. Чудеса в решете. Вопрос седьмой. На сегодня последний. Какова должна быть траектория полета Су, чтобы он мог чем-то, какой-то своей частью задеть пропеллер и не разнести в дребезги хвостовое оперение рипера? Вот минимально под таким углом Су-27 должен был пройти над рипером. А точнее под большим углом, так как он имел крен на правое крыло. Значит угол должен был быть больше. Кстати, эта простая графика, учитывающая встречный поток воздуха, наглядно показывает, что керосин на рипер фактически попасть не мог. Вот такие у меня появились вопросы после внимательного просмотра пентагоновского видео. Странно, что эти вопросы не задали эксперты.